Девушки отдыхают «Смертельная схватка» — это одна из самых популярных развлекательных игр, так что создание кинокартины было не только логичным, но и неизбежным. Говорит Ларри Казанов, продюсер, причина, по которой я участвую в этом проекте, не только сам по себе феномен популярности игры, но и легенда, она мне очень нравится. Легенда о трех героях, которые избраны защищать мир Земли, а в турнире под названием «Смертельная схватка» — «Защищать от кого?» Мы собрали лучших специалистов по боевым искусствам. Ни в одном кинопроекте такого нет. Они делают невероятные вещи. Мотор! Мотор! Это настоящая работа. Ее делает классный режиссер. Мотор! Меня всегда интересовали фильмы для молодых людей, неважно в каком жанре. Это тот рынок, который мне по-настоящему нравится, та аудитория, которая мне нравится. Я люблю делать эти фильмы, фильмы, с помощью которых люди растут. Герои. Говорит Пол Андерсон, режиссер. Я очень хотел найти актера, который действительно смог бы сыграть по-настоящему Лю Кена. И вот тот самый человек, который нам нужен. Это человек, который может бежать по стене на 12 футов, чтобы нанести удар. И он делает это по-настоящему без спецэффектов. Но кроме того, он должен уметь испытывать горе. И когда он это делает, в это веришь. Он очень хороший актер. Прекрасный актер. И великолепный специалист по боевым искусствам. И прекрасный сюжет. Это идеальная составляющая для фильма. Снято! Лю Кен – это мастер боевых искусств из восточной глубинки. Поэтому нужно было найти подходящего актера по типажу. И мы нашли его в Гонконге. Робина Чоу. «Мертельная схватка» – это первый фильм, снятый в Америке с участием Робина Чоу. И для него эта работа, которая более трудно ничего не рассчитывала. Говорит Робин Чоу. Я думал так. Это Америка. Прекрасно. И все будет легко. Снято. Снято. Я должен сделать что-то. О, нет. Они здесь делают все совсем по-другому. Все совсем по-другому снимают. Совсем другой подход к съемке боя. И иногда я говорю, может быть, здесь подрежем, может быть, меньше энергии, может быть. Они говорят, нет, нет, нет. Тут, наоборот, все должно быть зрелищно. Мотор. В смертельной схватке смертные люди сталкиваются с суперзлодеями из соседнего мира, среди прочих Шэн Цунгом, демоном и колдуном. Говорит Керри Хируки Тагава, играющий Шэн Цунга. Этот персонаж отличается от других злодеев, в которых я играл. Он обладает магическими силами. Ну, как мастер боевых искусств я скажу, что вообще-то мы очень редко вообще думаем о себе как о владеющих магическими искусствами. Так что для меня это было совсем новой работой и интересной работой. Кроме того, он оказывает великолепный эффект на культовую атмосферу вокруг фильма. Вокруг ходит полно подростков, которые цитируют Шэн Цунга. Безупречная победа. Я думаю, что в целом персонаж злодея, он привлекает людей не только потому, что приятно ненавидеть злодея, но и потому, что приятно думать о том, как ты бы сам стал злодеем. Лукен не одинок в своей борьбе за спасение Земли. Ему помогает также Джонни Кейдж, который играет Линдон Эшби. Джонни Кейдж, задира. Привет. Меня зовут Джонни Кейдж. А ты? Они встречаются, но они друг другу не нравятся. У каждого своя цель. Сонни преследует некого Кейну. Джонни нужна поблизости. А Люк Кейн хочет там спасти за своего брата. И они отправляются на встречу приключений, о котором никто ничего не знает. Это обычные люди, оказавшиеся в совершенно фантастическом месте. Ну, как рыба, зарядшая на дерево. И тут масса каких-то забавных моментов. А Сонни, это чудесный персонаж, говорит Бриджит Уилсон. Она оказалась в невероятных обстоятельствах, невероятно тяжелых обстоятельствах. Приключения на ее голову совершенно неизвестные и с двумя людьми, которые не нравятся. И это позволяет ей показать лучшие свои стороны, самую свою большую силу. Я здесь никого не доверяю. Ее легко играть и приятно играть. Вы наблюдаете, как она упрямится, как она нуждается в помощи, но не хочет ее показать. И это здорово. Где Кейно? Привет, малышка. Что, скучала по мне? Кейно – это демон. И моя задача в этой ситуации убить этого человека и сбить его. Все еще думаешь только о мести. Говорит Кристофер Ламбард, играющий роль Рейдена. Задача этого персонажа – объяснить людям, что они делают и зачем. Главная задача смертельной схватки – это не смерть, а жизнь. Понимаете, это Бог, но Бог с чувством юмора. Судьба миллиардов будет зависеть от вас. Так что он здесь в основном для того, чтобы защитить этих смертных людей, в особенности Джонни Кейджа. Помочь им, чтобы их не обжулили силы зла. Ты послал своих уродов напасть на моих бойцов. И это категорически запрещено до турнира. Каждый что-то узнает о себе. Так что в результате победы каждый станет лучше. Наконец-то ты чему-то научился, Люкен. Хайтана, говорит Тализа Сота, она принцесса внешнего мира и император убил моих родителей, чтобы удочерить меня и чтобы я не могла претендовать на трон. Поэтому я только ждала момента отомстить. Но только я могу это сделать, давая Люкену очень важную информацию в виде загадок. И увидите, как он будет мучиться над ними, чтобы выиграть следующий поединок, используя ту стихию, которая приносит жизнь. Каждый раз, когда она уходит со мной в контакт, она помогает мне поверить в себя, возвращать неуверенность. Я бросаю тебе вызов. Принимаешь ли ты его? Или сдаешься? Боевое искусство. Когда в нашем фильме сражаются, они сражаются всерьез, без спецэффектов. И когда люди бегают по стене, бросают друг друга и вообще делают всякие невероятные вещи, то мы все это снимали в один эпизод. Да, это было невероятно. То есть, он одновременно делал поединок и одновременно играл. Вот посмотрите на его лицо, когда он наносит удар. Этот парень может это сделать. Фильмы, боевики, которые снимают в Гонконге, они, с нашей точки зрения, ужасны. Ну, по сюжету, по диалогам. Это ужасно. Но хореография боя – это просто что-то феноменальное. И вот мне хотелось соединить вот это качество боя с нашим сюжетом и с актерской игрой. И, по-моему, мы свои цели добились. Подобные длительные сцены рукопашного боя требовали великолепной хореографии. И, чтобы это обеспечить, Казанов пригласил всемирно известного постановщика рукопашных боев Петта Джонсона. Значит, делаешь поворот, и если это получится, тогда это будет прекрасно. Он лучший в мире. Просто лучший в мире. Петт поставил больше боевиков, чем кто-либо другой. Боевое искусство – это очень важно для общества, для сознания общества. Это последний бастион, один из последних бастионов – дисциплины, уважение, уверенности в себе, умение сосредоточиться. Все это требуется для боевых искусств. И любой, кто ими занимается, сразу почувствует их умиротворяющий эффект на себя. И то, что мы показываем – это прекрасный образчик для ваших детей. Это классический американский боевик. И, по-моему, он нам удался. Феномен Петта в том, что он делает бой под каждого персонажа. То есть мы как бы соединили танец, проявление характера танца с характером боя. Он подбирал для каждого и подобрал совершенно. Все наши поединки, мы их очень тщательно разрабатывали. Так что мы могли это сделать и всерьез. Я горжусь тем, что делали актеры в этом фильме. И они, по-моему, сами этим гордятся. Спецэффекты. Поскольку нашей целью было показать вам приключения героев не только в нашем мире, но и сверхъестественные приключения в сверхъестественном мире, нам был нужен лучший в мире специалист по спецэффектам. Но это, конечно же, Элисон Сэвич. Я не знаю никого лучше ее. Достаточно сказать, что она поставила Терминатор 2. Мы там работали вместе. Она работала на Дракуле. Я считаю, что она практически лучший постановщик спецэффекта в мире. А здесь ты его проводишь сквозь дверь, понимаешь? Смертельная схватка продолжается. Я очень люблю спецэффекты, как мальчишка. И я думаю, что они очень полезны для фильма. Они во многом причины того, что люди хотят посмотреть фильм еще раз. Потому что они видят что-то на экране. Они думают, нет, но глазам всем не верю. И поэтому приходят просто для того, чтобы посмотреть второй раз, убедиться в том, что они видели. Элисон привлекла несколько компаний для обеспечения спецэффектов. Например, GLA обеспечивает большинство спецэффектов, связанных с ниже нуля. Сейчас вы видите, как этот мастер боевых искусств готовится к своей последней схватке. Неплохо, да? Жонни должен был сражаться со Скорпионом, а Кен должен был сражаться с рептилией. А ниже нуля замораживают вещи так, что у нас есть все стихии, с которыми надо работать. И там был эпизод, когда я должен был сражаться с рептилией. То есть я должен был хватать чего-то, чего передо мной нет. Но одновременно должен был представлять, какие у него глаза, какие зубы, и как-то реагировать на это. Я не забуду его лицо. Он действительно испуган. Если вам нужен спецэффект, то вы его и делаете. Но нельзя создавать спецэффект ради него самого, чтобы как-то воздействовать на аудиторию. Это должно быть частью ткани фильма, и на этот раз нам удалось. Это великолепный фильм со сверхъестественными персонажами, и вы верите в них. На съемочной площадке. Мы весь мир перерыли, ища то место, где можно снять фильм. Но мы были повсюду. То есть сначала садитесь в маленькой комнатке в маленьком офисе и начинаете думать. А как выглядит замок Шэн Цунга? Где там сражались ниже нуля со Скорпионом? А потом вы отправляетесь ищите это воображаемое место. И мы нашли это в одном из городов Таиланда. Это прекрасный древний город, построенный тысячу лет назад. И с тех пор он как-то приходил в упадок. И было очень трудно, если невозможно его восстановить. Но мы это все-таки сделали. Это была великолепная задача для создателей фильма. Это фантастический храм. Подводя итоги. И в конце концов все эти разговоры, все эти деньги, они во что-то вылились. Мы сделали прекрасный фильм. Мы делали его с удовольствием, и мы дарим его вам. Пусть он и вам доставит удовольствие.